Доброе утро, СтопГейм! В эфире Инфакт! 10 октября серии Fallout стукнет без малого четверть века. Только представьте, первый Fallout вышел аж 25 лет назад. Вот вам лишний повод почувствовать себя старым. В честь знаменательной даты Bethesda собирается до конца месяца одаривать фанатов франшизы приятными плюшками. Начиная с 4 октября и по 11 число можно будет бесплатно играть в Fallout 76. С 4 по 18 в игре состоится ивент со вторжением инопланетян. С 3 октября по 1 ноября Fallout 76 будут бесплатно раздавать подписчикам Prime Gaming в Windows Store. С 4 октября по 2 ноября состоится серия розыгрышей и распродаж предметов из клуба творчества для Fallout 4. Fallout Shelter получит свежий контент, включая новые задания, врагов, оружие, жителей и декорации для убежища. Но дата апдейта пока неизвестна. Это лишь часть того, что известно из расписания на первую неделю. Надеемся, что беседка вспомнит и про фанатов других игр серии. Сайт MPFirst пустил слух, что Sony занимается новой версией Horizon Zero Dawn. То есть, либо это будет ремейк, либо ремастер. Издание VGC это подтверждает. По словам анонимного источника, переиздание игры для PlayStation 5 получит обновленную систему освещения, переработанные текстуры и улучшенные анимации, дабы оригинал смотрелся под стать сиквелу. Помимо этого, разработчики хотят добавить настройки доступности и несколько режимов графики. Изменения же по части игрового процесса, если какие и будут, то по минималкам. А еще появилась пара новых деталей о мультиплеерной Horizon. Деталь номер один. Игру создают для ПК и PlayStation 5. Деталь номер два. Упор в ней делается на кооператив. Также некто слил в сеть внутренний документ Sony, в котором тоже были прописаны онлайновая Horizon и ремастер Zero Dawn. Кроме этого, в документе упоминается ПК-версия Returnal, недавно анонсированная Rise of Ronin и проект Ocean от Kojima Productions. Вероятно, тот самый сиквел Death Stranding. То есть, если верить сливу, первую Horizon действительно обновят, Kojima действительно сотрудничает с Sony, а для Returnal действительно все еще делают ПК-порт. Несколько изданий сведения из слива подтвердили, а сам документ из сети быстро удалили. И раз уж мы заговорили о сливах, абрикосах и анонимных источниках, то никак нельзя пройти мимо инсайдера Тома Хендерсона. Он докладывает, что для полного прохождения God of War Ragnarok понадобится в среднем 40 часов, плюс-минус в зависимости от стиля прохождения. Половину займет основной сюжет, однако 3,5 часа из этой половины – чисто катсцены. А вот в побочных квестах объем заставок будет уже не таким большим. Из 20 часов всего 1 час кинца. God of War Ragnarok выйдет 9 ноября на PlayStation 4 и PlayStation 5. Хоррор от студии Tequila Works под названием Guilt в свое время стал доступен лишь в облачном сервисе Stadia, который все эти годы медленно умирал, пока мы наконец не узнали, что его создатели официально признали неудачу и начали сворачивать проект. Так вот, Guilt ввиду этого фиаско собираются перенести и на другие платформы. По сюжету мы оказываемся в страшном меланхоличном мире, в котором кошмары воплощаются в жизнь. Главной героине предстоит бороться со злом, вооружившись фонариком, огнетушителем и умением играть в прятки. Когда и какие конкретно платформы игра посетит, пока неизвестно. Одним из самых сильных противников в Elden Ring является Маление. Победить ее не так-то просто, а игра из-за погасшего первого уровня и подавно. Но что, если помимо этого в качестве контроллера использовать танцевальный коврик? Стримерша под ником Miss Mikhaa сумела забороть клинок Микелы спустя 553 попытки и 15 часов реального времени. Ранее стример SuperLouis64 умудрился одолеть Годрика Старукова на клавиатуре из бананов. И да, ревила при помощи обруча Ring Fit Adventure. Лох уж эти безумные стримеры. А ведь серия The Legend of Zelda давно могла стать на одну игру больше. Ну, хотя казалось бы, куда еще больше. Об этом рассказал бывший программист команды Retro Studios Пол Тозер в беседе с каналом Did You Know Gaming. Тогда, в первой половине нулевых, на Game Boy Advance вышла Final Fantasy Tactics Advance. И авторам Metroid Prime захотелось сделать похожую игру по Зельде для Nintendo DS. Ее собирались назвать Heroes of Hyrule. В главных ролях выступали мальчик Кори и трое искателей приключений. Планировалось, что игроки будут исследовать мир с видом сверху, развлекаться мини-играми, вроде рыбалки, и собирать страницы таинственной книги. А каждая такая страница рассказывала о приключениях героев Хайрула. Погружаясь в них, игроки открывали бы второй пласт геймплея — традиционную пошаговую ролевую игру. Не только со сражениями, но и с решением задачек. В финале герои книги должны были объединиться с Кори и его соратниками и вместе дать отпор злодею Ганону. А столетний старик, который в начале игры отдавал Кори книгу, в конце оказывался постаревшим линком. Увы, но Nintendo не позволила разработчикам реализовать задумку, даже не пояснив им почему. Такая вот история. Вчера в Steam стартовал осенний фестиваль «Играм быть». В рамках ивента нас ждет куча демок новых игр, непрекращающиеся стримы с показами новинок и беседами с разработчиками, а также тематические значки, которые можно прокачивать, играя в демоверсии игр. Продлится мероприятие до 10 октября 20.00 по МСК. И с новостями у меня все. Напоминаю, что сегодня в 18.00 по московскому времени студия Motive выкатит свежий видос по ремейку Dead Space. Не пропустите. А пока советую заценить свежие материалы на сайте StopGame.ru. Алексей Лихачев вспомнил, какой была первая Overwatch. А Руслан Пресекин в своей статье рассказал бесславную историю с Тедди. Приятного аппетита и хорошего дня!